Интерес к визиту атлета был огромный. На встретях с Шавкатом в спорткомплексе ЖСБА и ГЦК «Онер», что называется, яблоку негде было упасть. Шавкат посетил тренировки молодых экибастузских спортсменов, рассказал о новостях своей спортивной карьеры, дал советы, сфотографировался на память с фанатами. Я Басаусин, в церкви чемпион Мира, Алипийску чемпионы, Юрсар. Тет кана ембегетинздер, оттопушевываемым тюременом, делом центры, творческие к闓ни. Вы в следующем году и какие школы в спортшколе в таком уровне избавиться с фанатами? Вы в этом году и в Казахстане они будут все большие. При полном аншлаге прошла встреча Шавката с экибастузцами в ГЦК ОНЕР. Конечно, по большей части в зале находились подростки, для которых Шавкат является настоящим кумиром. Встреча прошла в формате сессии «Вопрос-ответ». Шавкат лаконичный, но искренне ответил на все вопросы. Состоялась и автограф-сессия. Счастливчики довольно размахивали постерами, подписанными их чемпионом. Ваша профессиональная карьера началась в 2014 году, когда дебютировали победой удручающий прием в треугольник в первом раунде над Анном Цуровым в турнире М1 Челлендж 52. И продолжили выступать в основном под эти подфлаги М1. Все ваши профессионалы в боев вошли в этом промоушене. И многие гости в зале, в основном дети и большинство, мечтают стать вами, выявляясь для него примером. И исходя от этого, для вас вопрос. Сегодня в зале есть ребята, которые, как и вы, в детстве мечтают стать чемпионом. Какие бы вы дали главные уроки спорта, или, как вы говорили, оставление наших ребятам? Надо, конечно, спор, надо любить, трудиться, пахать. Здесь не надо будет быть. Слушать учителя, тренера, можно сказать. И терпеть не нужно. Здесь бывает выигрыш, пройкаш. Несмотря ни на что, надо только вперед или вверх идти. Вот тогда вы можете чемпионом стать. Только что вы озвучили про тренера, потому что тренер играет важную роль. И сейчас вот вы узнаете из ваших интервью, что вашим первым тренером был Владимир Киатванов. Затем одну из значимых ролей играл Баян Жангдау. Здесь в зале сидят вот так же тренеры, их подопечные. Что можете сказать, какова роль тренера в жизни спортсмена? Я думаю, это очень большой уровень играть для спортсмена, тренера. Я не знаю, от тренера очень много зависит. Очень много зависит. Потому что он как преподает, как он людьми общается, как он себя ведет, как он себя показывает правильный опыт в жизни, можно сказать. А то, например, первый учет, когда ты идешь в тот зал, и смотришь, какой тренирует, как он тренирует, как он себя ведет, как он с тобой общается. Это очень важно. Но я думаю, для родителей очень важно выбрать, для своего ребенка правильное направление, правильное направление, правильное тренера, чтобы он, ну, хорошее обстоятельство, получал их правильными техниками, как он правильно воспитывал. Я за вопросом. А с кем вы хотите провести следующий бой? С Биланом Мухаммутом или с Биланом Адберцем? Мне интересно, чемпионский поезд в данный момент обладает в Биланом Мухамме, за это я с ним хочу подраться и выиграть поезд. Остальные соперники особо меня не интересны, потому что... Комментируя приезд чемпиона в Экибастуз, Акимгорода Ян Бесекин сказал, «Конечно, большое спасибо Шавкату, что нашел в своем напряженном графике время для поездки в Экибастуз. Для нас это большое событие. Вы видели, как горели глаза у экибастузских детей, когда спортсмен такого уровня общался с ними, отвечал на вопросы. Такие встречи способствуют укреплению престижа детского спорта. А это важный элемент воспитательной работы среди детей и подростков». «Да, конечно, я очень рад, что такой успех у меня есть детям. Тоже желаю самую. Надо трудиться, надо заниматься, слушать тренера, слушать своих родителей и быть дисциплинированным. Успех потихонечку придет со временем. Терпение, стать лучшим, желание в каком-то результате достичь. Как говорится, перед собой сель надо поставить. Без селья человек не может в каком-то успехе прийти». Продолжение следует...